К миру, гармонии и социальному благополучию. По таким девизам прошел Евразийский женский форум, главным инициатором которого выступила председатель Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Это поистине историческое событие объединило женщин из 80 стран и государств. На открытой площадке форума около 700 делегатов, представляющие органы государственной власти, политические партии, общественные и экспертные объединения, а также деятели науки, здравоохранения и культуры, обсудили ключевые и наиболее актуальные экономические и политические вопросы и наметили векторы дальнейшего динамического развития внешнеполитических отношений России и мира. Женский форум, мне кажется, что в настоящее время это очень актуально, поскольку участие женщин, к сожалению, в политической жизни, во внешнеполитической жизни абсолютно не дотягивает до того уровня, которой женщина достойна на самом деле. Флаг этого форума взяла в руки Валентина Ивановна и от ее имени рассылались приглашения. Конечно, это сработало на вот этот результат и сработало, конечно, на вот имидж России как страны, которая может собрать в такое время такой форум. И очень глубоко, честно дать всем возможность говорить о том, что волнует людей, женщин в сегодняшнем мире. Среди приглашенных спикеров на форуме присутствовали представители палат национальных парламентов из шести стран, авторитетные делегации из Китая, Вьетнама и других государств. С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Для нашего города большая честь и ответственность принимать первый Евразийский женский форум. Его проведение – это не только существенный вклад в укрепление принципов равноправия мужчин и женщин в политике, экономике, общественной деятельности, но и решение глобальных вопросов гуманитарного сотрудничества. По словам Валентины Матвиенко, главная цель форума – продемонстрировать, что сегодня есть ключевые, касающиеся всего мирового сообщества, вопросы, над решением которых необходимо работать всем вместе. Направить усилия на построение справедливого миропорядка, достижение гармонии и прогресса, укрепление доверия и понимания между народами. Убеждена, что наша встреча станет важным этапом в этой работе, придаст ей новый импульс. На форуме были открыты круглые столы и дискуссионные площадки. На повестке – устойчивое развитие мира, новые экономические возможности и вызовы, а также формирование глобальной стратегии сохранения здоровья людей. Всем этим вопросам уделялось особое внимание. Кроме того, не менее важной темой стало развитие гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности. На встрече были отмечены позитивные тенденции такого сотрудничества, а также сохранение культурных и нравственных ценностей, намечены пути дальнейшего динамичного роста этой сферы. Прошли презентации различных благотворительных проектов. Я видела, восхищалась своими подругами из-за рубежа, наших соотечественниц, которых на разных языках мира, а язык добра, культуры звучал сегодня на самой высокой ноте, одинаковая забота о семье, о традиционных семейных ценностях, о детях, вообще о защите самых сирых, самых убогих. Это наша миссия, но вместе с ней есть главная миссия на земле – это достигать мира, согласия и дружбы. Хочу сказать, что если человек делает все, что он делает душевно, то этому человеку легко заниматься тем, чем он занимается. Я здесь имею в виду благотворительность. И главное, в принципе, не говорить об этом громко, вот каким мы хорошим этим занимаемся, вот так и помогаем и так далее. Просто делать сердцем, душой, и надо просто слышать тоже сердцем, понимаете. И вот тогда получается все по-настоящему. Итогом форума стало пленарное заседание, на котором выступили модераторы дискуссионных площадок и круглых столов, а также принятие итогового документа, который, как уверены участники, станет отправной точкой в решении поставленных задач в самых разных сферах жизни. Анна Коваленко, Данил Кельдюшевский, специально для ТБН.